всем привет ребятки я на кухне на любимой кухне и снова с тестом ну что ты сделаешь хочется нам пирожков дело в том что капусту я когда-то тушила и у нас совсем немножечко осталось капустки думаю так с капустой сделаю пирожков думаю так если пирожки с капустой есть а как же пирожки из картошка я их тоже люблю сделала я картошечку зажарила лучком все нормально думаю так ну а витина то любимая с творогом как же я не сделаю с творогом короче ну и все как всегда три вида пирожков на кефирном тесте с творогом с картофелем и с тушеной капусткой все конечно же отдельно и так нужно тесто выстояться для этого надо его сначала сделать и у меня тепленький стоит кефирчик здесь у меня 400 грамм кефира я его сейчас отправляю в мисочку в которой буду вырабатывать наше тесто постоит она минут 20 как минимум ну время есть в принципе только начало дня уже час начало дня боже ну как время летит все вообще так добавляем сюда щепотку соли как всегда щепотку соли не полную ложечку в общем чайная с горочкой или не полная столовая но чайная с хорошей горочкой добавляем сюда сахар соль и чайную ложечку соды чтобы сода начала работать в нашем кефирчике перемешиваю вот он видите как она подымается прямо шапочкой хорошо сода работает пенка сразу же появилась теперь добавляем я добавлю два яйца думаю ну пусть тесто наше будет такое пожелтее повкуснее яйца вчера купили так все перемешиваю яйца и буду добавлять муку затем добавлю буквально две столовые ложечки подсолнечного масла вот так теперь пошла мука ребятки муку обязательно через сито у меня вот такое мне оно очень нравится сначала работаю венчиком когда не сможет работать венчик помогу руками замесим тесточка оно должно быть мягким но не пристающим к рукам добавляем муку на улице 0 градусов температура упала но снежок еще лежит если он растает будет грязь а этого не хочется пусть полежит снежок белым белок кругом красиво но на улице сегодня еще не выходили перемешиваем муку чтобы не было комочков и теперь будет работать лопаточка наша либо ложка мне удобнее лопатка она хорошо замешивает тесто собачки лают это видимо получается у нас частный сектор за балконом и люди во дворах держат собак а есть такие хозяева что многие выпускают собак на прогулку хотя я к этому отношусь я очень люблю животных обожаю и собак и кошек и попугайчиков и рыбок всех люблю и ежиков обожаю ну про белку мечтала кстати у нас у соседей с балконом и свитей как-то видят лена лена иди сюда я люблю что случилось лена ну а глянь белочка короче люди дома держат белку представьте какое чудо ну а наш наводит столько безобразий лишало это стёпа себе легко лежит а белке нужно скакать и прыгать под тюлем по занавескам по цветам ну каждому своё вот такая белочка живёт у людей часто сидит на балконе грызета орешки у нее там домик Вот, и о чем это я. А, а когда животных выпускают на улицу, ну, сами понимаете, самка, самец встречаются, иногда получаются драки у животных, них жалко. И вообще, в принципе, вот тут у нас одна овчарка гуляет, люди выпускают. Ну, гуляют детки, и не все люди относятся к собакам, так, знаете, без боязни. Многие собак боятся. Но меня ни разу в жизни, конечно, собака не кусала, Бог миловал. А Витю в детстве, кстати, расскажу. Витю в детстве укусила собачка. Они переехали в Арбузинку, и Витя был маленьким, завели они собачку. Ну, короче, мама дала собачке покушать. Так Витя было, да? Да, да, мне 4 года было. А, ну, а Витя себе, ну, как, мама не подсказала, то ли не увидела, не знаю. Ну, в общем, во время кормежки пищи, кормежки собаки, Витя подошел, ее просто хотел погладить. А у собаки рефлекс защиты пищи. Вот. И она, Витя, укусила, и, казалось бы, не за ручку, не за ножку, а за личико. Вот так. Это была такая беда, не знаю, я, наверное, не знаю, что бы... Ужасно. Но у него шрамчик есть, я его вижу, я знаю, но, слава Богу, он не сильно заметный. Вот. А также мог ребенок остаться, не дай Бог, и, ой, это страшно. Поэтому я к собакам отношусь очень положительно, но считаю, что хозяин собаки должен быть рядом с животным. Вот. И выпускать на улицу, вот у нас, я же говорю, гуляет овчарка очень часто. Вот. И гуляет, а к ней бегут маленькие собачки. Они просто себе гуляют дворовые. И они кастрированные. Тут у нас врачи занимаются этим. Собак стерилизуют. Вот. А это обчарка себе гуляет. И они часто на нее накидываются. То есть идут драки. И мы за вот этим наблюдаем. А, видимо, хозяева перед работой собаку выпускают, уходят на работу. Выпускают ее со двора. Вот. И животное себе ходит по городу. Ну, я считаю, это неправильно. Как вы к этому относитесь? Есть ли у вас такое? Ну, я думаю, это есть во многих городах. Но я отношусь к этому отрицательно. Потому что многие люди боятся собак. Я их не боюсь. И Витя не боится. Дело в том, что собака ведь имеет обоняние такое, что люди отдыхают. И она слышит запах. Когда человек боится, выделяется запах такой. Адреналин называется. И собака его чует. И чем больше человек боится животное, тем больше у нее идет нападение. Потому что собака тоже понимает. Ага, боишься, я тебе сейчас дам. То есть, ну, а мы этот адреналин не выпускаем в свете. И поскольку мы их не боимся. И собаки это чувствуют, слышат. И, ну, как-то мы ладим с собаками. Вот такая у меня тема, да? Готовлю пирожки, а сама про собаку. Вот даю. Жизнь мешает мне миска. Все как всегда. Ребятки, не пользуюсь я тем ковриком. Потому что у меня глянцевая поверхность. И коврик ползает. Может, я сильно придавливаю тесто. Может, что, не знаю. Ну, в общем, он ерзает. Я его постоянно поправляю. А если не поправить вовремя, он гармошит. В общем, создается такая рельефная поверхность. И мне неудобно работать с тестом. Поэтому вымыла хорошо стол и работаю без коврика. Хотя коврик хорошая вещь. Но, наверное, не для глянцевой поверхности. Было бы деревянный у меня бы стол. Может быть, оно бы как-то легло. Или не знаю, какой там еще. Хотя сейчас у всех такие поверхности, я думаю. Так, что-то еще хотела. А, ребятки, была, значит, рубрика давно. Ее не было вопрос-видео ответ. Был там задан вопрос. И я его держу на заметке. Но не подзабыла ни в коем случае. Просто не задают люди вопросы. Не нравится им моя рубрика. Ну, то такое. Может, со временем что-то изменится. Значит, был вопрос задан по поводу того, пользуешься ты, Лена, вот той штучкой, которую мы купили, измельчитель, который устанавливается на столе. Ребят, не пользуюсь. Я, по-моему, уже отвечала. Но еще раз отвечу, что, ну, как говорится, глаза видят, руки не щупают. Глаза увидели, захотели, купили. Ну, опять-таки, Попадалова называется. Она, мало того, что не закрепляется на столе, она скачет, как коник при нарезке. Я единственный раз ей попользовалась, когда у меня было много перца болгарского. И я перец болгарский покупала для нарезки в морозилку. Вот. Я его там порезала. Удалось. Но она скакала по всем, буквально по столу я ее держала, как могла. И мало того, что если перчик попал между лезвиями вот так вот, то есть залезался, она уже не режет. Надо лезвие зачистить, потом заново начинать работу. Это меня, ну, скажем так, не устроило. Вот. И я решила, что мои руки быстрее работают, чем вот эта вот штука. И я ее, ну, положила, буквально она лежит в шкафу без работы. Не знаю. Мне не понравилось. Так что вот такие мои комментарии по этому, такому, этой штучке. Или я не знаю. Но она точно не в помощь женщине, а как раздражитель. Больше, ну, во-первых, мытье неудобное. Между лезвиями позалазили эти перчинки. А лезвие ничем не промоешь, как только чивилочка, чизубочистка. Оттуда их вытягивает. Короче, и даже не крепится вот этот судол для нарезанных уже продуктов. Он тоже не крепится к этому ножу, или, как его сказать, на этому аппаратику для нарезки. Никак не крепится. Он тоже гоняет тот ящик. Короче, вот такие дела. Ответила на вопрос. Все, и как раз тесто наше готово. Сейчас я еще немного добью его мукой. И пирожки буду делать прямо тонко-тонко тесто катать. Я хочу, чтобы тесто было поменьше, а начинки побольше. И поэтому буду делать их тоненькими. И прожаривать такими плоскими делать. Вот так. Все. Тесто, ребятки, готово. Сейчас я его накрою полотенечком, и оно будет отдыхать. Думаю, прямо на столе. Чего вымыть? Мука эта не нам нужна еще будет. Не буду ничего убирать и стирать со стола. Все. Все, собрали всю муку. Вот такие крошечки сухие я уже уберу. Теперь немного стол посыплю мукой. И целлофановый пакетик нам в помощь. Все. И прикрою полотенечком, чтобы ему было тепленько. Все. 20 минут засекаю времени, и будем вырабатывать с вами пирожки. Все, мои хорошие. Время вышло, и я буду вырабатывать пирожки. Вот такая у нас порция пюре. Это картошечка просто отварная и помятая вместе с зажаркой. Зажарки прям много. Лук. Лук на подсолнечном масле. Лучок поджарила. Это творожок соленый с добавлением зелени. Примерно одинаковые порции всех начинок. И это капустка. Просто тушеная капуста. Свежая с небольшим добавлением квашеной капусты. Она такая непресная, кисленькая, хорошая. И так как у меня всех наших начинок одинаковое количество, то я сейчас поделю наше тесто на три одинаковые части. Выстоялась тесточка. Хорошо. Вот так вот я разделю на три одинаковые части. И будем с вами вырабатывать пирожки. Все, думаю, одинаково. Пакетик убрала, а зря. Сейчас я две части уберу в пакет. А одна часть будет у меня в работе. Вот так. Все, скалочка у меня готова. Делаю колбаску потоньше. И первые пирожки я сделаю с творогом. Вот так. И как вы помните, я люблю сначала выработать все пирожочки, а потом их уже жарить. Потому что беготня вот эта вот такая, она вроде не особо и нужна. То есть удобнее, когда уже пирожки готовы все. Только выкладывай да обжаривай. И так поступлю со всеми начиночками. Раз, два и три. Отдельно их положу в тарелочки. И когда они остынут, потом по пакетикам и в холодильник. И кто какой хочет пирожок, тот, тот и будет доставать и кушать. Подтягивайтесь к нам на пирожки. И вот когда стараешься сделать их вроде как немножко. Но как бы я могла сделать пирожки с одной капустой и не сделать с картошкой. А потом как же я могла сделать с картошкой и не угодить Вите. Витя безумно любит любое изделие с творогом. Но как я для него не сделаю, правильно? Поэтому и получается их, ну, немало. Но ничего не пропадает, слава Богу. Недавно Женя делала пирожки. Теперь я. Все. И вырабатываем пирожочки. Сейчас я немного посыплю мукой нашу скалочку. И как я вам говорила, я буду делать тоненькое тесто. Побольше начинки. Вот. И чтобы тесто было меньше, а начинки было побольше. Так как тесто кефирное, оно будет все равно пышненьким. Вот так. Я сначала накачаю таких вот ровненьких, тоненьких кружочков. Затем положу начинку. И, на мой взгляд, будет быстрее. Может, я ошибаюсь. Но тут опять-таки, кто к чему привык, ребят. Кто-то привык их выработать по два, по три. Но мне вот так вот удобнее. На улице все начинает таять, ребят. Ну, недолго. Хотя, сегодня читала этот самый прогноз погоды. После 15-го, 14-го числа. То что-то там обещают, будто бы морозы вернутся. Но у нас обледенение уже было. А у вас? Привет. Бердианцам писали, что там у них тоже похолодало. Потом Новый Бук звонили. Тоже было обледенение. Погода почти везде, в любом регионе почти одинаковая. Но где-то холоднее, где-то теплее. Так, ну сейчас я один пирожок сделаю, чтобы вас уже долго не держать у экрана. Вот так, посмотрите. Видите, сколько много творожка? Прям много. О как! Вот такой будет пирожок у нас с творогом. И вот так переворачиваю и аккуратно-аккуратно заправляю. Вот так вот кончик до кончика прикрепляю краешки нашего теста. Хорошо закрываю пирожок. И снова его выкладываю на расстойку. Вот так. Швом кверху, чтобы творожок... Все равно творог имеет и жирность, и такую влажность, чтобы эта влажность не открыла нам шов пирожка. И таким способом выработаю все пирожочки, ребят. И жарить буду на сковородке на небольшой температуре, чтобы пирожки хорошо прожарились. И потом выкладываю на тарелочку уложенную салфетку, чтобы лишний жир, масло, в котором жарился пирожок, осталось на салфетке. И вот таким образом будем с вами вырабатывать все пирожки, ребятки. Я все продолжаю выпекать мои пирожки. Я сейчас вам покажу, как я просто делаю их ровненькими. Раньше я делала это руками, а потом думаю, так у меня же скалка, что же я так их делаю руками? Они все равно получаются кривенькие. А этот раз я решила сделать вот так. То есть они длинненькие, но они тоненькие, ребят. Вот они, прям тонкие-тонкие. И поэтому вот таким образом я делаю на скалочке, через скалочку. Раз. И по три штучки на сковородку уголочки прячем. И вот так вот выравниваю ровно-ровно-ровно. Прямо аж видно начинку. Вон она, картошечка здесь. И по три штучки выкладываю на сковороду. И почти уже заканчиваю, ребятки. Мне нравится, когда пирожок тоненький. Его можно даже во два раза сложить. И он такой, прям, как будто бы это на заводе делали. Ждем. Ну и вот все, ребятки. Хотела, мало, получилось, как всегда. Но они безупречно вкусные. На вид великолепные. На вкус, я думаю, вообще будет изумительно. Ребят, помните, я вам говорила, что я хочу такие сделать пирожки, чтобы они вот были, вот, как в детстве. Помните, по пять копеек были пирожочки с капустой, с картошкой, с горохом, с творогом, с чем хочешь. Но они были тоненькие, их нужно вот так, прямо было пополам сложить. Я такого и добилась. Посмотрите. Вот это с творожком. Видите, он буквально складывается пополам. Это с творогом. Это с капустой. Это с картофелем. Они тоже очень мягонькие. Вон, видите, вот такие эластичные. Сметанку достала. Это для Вити сюрприз. Два остатка. О, Витюшка тут. Хотела сюрприз. О, Боже, Витюшка, ты чудо. Да, спасибо. Доброго дня. Дорогенький. Доброго дня. У меня такой настрой хороший. И на улице зима, холода. А в доме порядок уют. Пахнет, смачно пахнет пирогами. Ай, аромат. И все это чудо создает, вот это чудо Оленка. Потому что мне есть для кого. Боже, ты мне позаздрил даже. Я позволю ей позаздрить. А так это зависть хорошая. Да, именно, что у меня, яке мне счастье выпало. Ну, представьте, погода в доме, робила вот эта жинка. Благодаря тебе, Витюшка. Ну, мы же вдвоем. Ну, да, ну, я просто именно, что вот все, все. Это все чудо. Ну, это уже я не мастер, ну, говорить. Ну, все, ты говоришь от души. Спасибо тебе, Сонечка. Это чудо и чудес. Да, спасибо. Боже, это все таки гарно. Гарно. Гарно жинка. Добра господиня. Хорошая хозяйка. В доме порядок и уют. Погода в доме зашкаливает. Добротою и красотой. Ой, как ты много. Ну, я знаю, что ты говоришь от души. Я тебе очень благодарна. Витюшка, это для тебя сюрприз. Остались два шарика теста. Как ты думаешь, что здесь? Тыковка. Тыковка. Потому что с утра мы кушали пшенную кашу с тыквой. Но я себе отдельно, а Витюшке отдельно с тыквой. И вот остались, думаю, ах, пойдем. Не перестает удивлять. А как? Все живем, и все время я удивляю. Не перестаю удивлять. Так это и есть главное. Ой, ты мой. И сходим со сметанкой. Ходим без сметанки. Короче, подтягивайтесь к нам на пирожки. Я не буду камеру сейчас переставлять. Я просто к вам близенько подойду и покажу. Вот такая чудесная картина. Это у нас с капусточкой. Это у нас с картофелем. Да с лучком. А это с творожком. С соленым да с зеленью. Ребятки, Витя так намеревался. Лен, я один съем. Я говорю, нет. Во-первых, горячее тесто кушать нельзя. А во-вторых, чуть-чуть дождись. Ребятки, кто живет рядом, подтягивайтесь к нам на пирожки. Не пожалеете. Ну, а мы, как всегда, с вами Витя. Лена. И спящий Степка. Он после бани спит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok